Любовь и секс в исламе? Мне, наверное, религия не нужна. Мужчина, глава семьи. Почему? С какой стати? Ты верила во Всевышнего, а сейчас уже не веришь. Да. Мне 23 года. Я возглавляю женский клуб и работаю в агентстве персонального брендинга. Родилась в татарской семье. Еще до моего рождения отец привел семью к соблюдению ислама. С самого детства я посещала медресе, осознанно пришла к хиджабу. И сейчас я мусульманка, активная. Мне 25 лет. Я фотограф и фоторедактор. Я родилась в татарской семье. В детстве я ходила в мечеть. Я изучала арабский язык и богословие. Участвовала в различных традициях мусульманских. Но к родственному возрасту я начала отходить от религии. И теперь я, в принципе, не могу себя назвать религиозным человеком. Мужчина и женщина в исламе равны? Мужчина и женщина перед Всевышним равны. В социальном плане есть небольшое различие, потому что в семье статус выше у того, у кого больше ответственности. У мужчины больше ответственности за семью, за содержание семьи, за обеспечение безопасности. Женщине для того, чтобы Всевышний был доволен, достаточно соблюдать нормы ислама и создавать гармонию вместе с мужем в семье. Пока я росла в этих традициях, мне казалось, что женщине предъявляется больше требований в плане поведения, ну скажем так, в обществе. Когда я начала изучать арабский язык в мечете, у нас была смешанная группа на тот момент. А потом нас разделили по гендерному признаку, и мне больше нравилось то, что я слышала из класса мальчиков, потому что они больше занимались какими-то прикладными вещами, продолжали изучать язык, продолжали читать. А у нас занятия больше ушли в богословие, в изучение Корана, и очень много было разговоров о том, какими мы должны быть женщинами в будущем. Меня немного смущает в исламе, что за женщину берут ответственность. Я знаю, что в целом до возникновения ислама у женщин не было такой защиты в принципе в те времена. Применяя все эти положения к себе, я думаю, они немного устарели. И мне кажется, что в отношениях партнеры должны быть равны и разделять обязанности поровну. Мне нравится позиция, когда мужчина глава семьи и обеспечивает... Деньги мужа – это деньги семьи, деньги жены – это деньги жены. Мне кажется, это адекватным, потому что женщина, она больше в семье, но при этом есть возможности для реализации, для социализации. У меня в окружении очень много примеров, когда девушка активна и замужняя, и незамужняя. Если мы говорим про права женщин, они в исламе есть, они прописаны. Если мы говорим про бытовую жизнь, частично нарушаются, и от этого все стереотипы про забитую женщину в исламе. Но при этом по шариату женщина защищена, она несет ответственность за свои действия. Да, у нее есть просто послабление в семейной жизни, например, что ей не нужно заботиться о том, где она достанет деньги для содержания себя и своих детей. Это на самом деле мысль, которую, в принципе, обсуждают феминистки довольно активно. То есть, что домашняя работа – это тоже работа, и она должна оплачиваться, и женщина не должна нуждаться в таком случае. Но когда постулат существует, что кто-то в семье главнее, возникает какое-то поле для злоупотребления этой властью. Это не только проблема религии, ситуация насилия, ситуация дисбаланса власти. Это правильно заметила, что встречается это не только в исламе. Мы также можем сказать, что начальник на работе может злоупотреблять властью. Но просто мне кажется, что кто-то должен быть впереди, кто ведет ячейку общества, свою семью вперед. И это здорово, когда женщина остается в таком тылу. Мне бы такая модель не подошла. Мне постоянно нужно искать какие-то новые источники вдохновения, какие-то новые смыслы. Я до сих пор могу сказать, что я нахожусь в процессе поиска себя. И для меня важно, чтобы мой партнер это понимал, принимал. Я бы, наверное, не смогла жить в такой системе, где есть какие-то прописанные обязанности для меня. Потому что я бы начала, наверное, задавать вопросы. Почему? С какой стати? Если мы говорим про какие-то обязанности, то если ты это делаешь не из страха, не из принуждения, а из любви и из уважения к человеку, мне кажется, это очень естественным образом происходит. Я бы тоже хотела, чтобы мой будущий партнер уважал мои какие-то искания, мой путь. Просто люди идут в одну сторону, они развиваются, идут вместе. И для этого, на мой взгляд, нужно, чтобы кто-то оставался. Кто-то идёт в общество и развивается активно там, добывает пропитание для семьи, а кто-то условно остаётся у костра, готовит и так далее. Но опять же, это не про то, что вот сейчас всё, мы посадили вас на кухню, вы тут сидите и ждите нас. Наверняка ты знаешь, что, например, самые крупные университеты были открыты женщинами. Ну вот мы, если мы говорим про арабский регион, то есть они на протяжении веков способствовали развитию уммы. У нас говорят, мужчина воспитает аул, женщина – целый народ. Мужчина участвует в воспитании детей, но именно от женщины всё-таки зависит, насколько дети будут погружены в культуру, насколько они будут развиты. И в этом плане, конечно, важно, чтобы сама женщина была образованной и интересной. Это очень хорошие слова, но на деле положение женщин довольно закрепощённое. В Арабских Эмиратах женщинам только недавно разрешили, в принципе, водить машину. Женщины на Кавказе лишаются детей после развода, а развод происходит из-за насилия в семье. И детей у них отбирают под тем предлогом, что их воспитанием должна заниматься семья отца. Если мы говорим про вождение, с человеческой точки зрения, мне кажется, это просто забота о безопасности женщины. Зачем вам нужна религия? Мне, наверное, религия не нужна. Я знаю, что она может дать, как она может упорядочить твою жизнь. Пока я была ребёнком, и пока я верила в то, что Аллах, в принципе, всегда со мной и меня защитит, мне было во многих ситуациях спокойнее. Я могла прочитать Суру и попросить Бога меня защитить. И я верила, что Он меня услышит. Просто, наверное, на смену моему магическому мышлению пришёл подростковый, возможно, нигилизм, а потом и реализм. Для меня ислам – это как фундамент, на который отдельно потом настраивать такие этажи, на этажах комнаты. Допустим, этажи – это твои года, комнаты – это то, чем ты занимаешься, обстановка – это мысли установки, которые в процессе жизни ты можешь как-то, не знаю, менять. Но если бы фундамента этого не было, любое какое-то потрясение – и всё, как бы домика нет, домик упал. Это как фильтр для всех твоих действий, для всех твоих мыслей. Ты совершенно верно сказала, что это стремление к упорядочиванию. Как мы в каждой молитве говорим, в Суре Аль-Фатиха, что мы просим Всевышнего направить нас на путь истины. Есть молитва Истихара. Если мне нужно принять какое-то важное для меня решение, я обращаюсь к Всевышнему. И затем ты просто наблюдаешь, как складываются события. Так сегодня, например, накануне я читала Истихара, чтобы понять, стоит мне участвовать в этом выпуске или не стоит. Женщина в исламе должна слушаться мужчину. Женщине стоит спрашивать разрешения у мужчины на какие-то действия. Но здесь, мне кажется, как в работе, ты согласовываешь свои действия с условным начальником. Просто чтобы было общее видение, чтобы мужчина знал, где его жена, женщина в течение дня, так как на нём лежит ответственность за её безопасность. Мне кажется, что метафора согласования с начальством к отношениям не очень подходит, потому что вообще-то я тоже жду, что мой молодой человек будет говорить мне, куда он пошёл поздно вечером, чтобы я не волновалась. Разрешено ли в исламе домашнее насилие? Домашнее насилие в исламе порицается. В крайнем случае, если женщина сделала что-то сверх того, ну, сверх, да, это прям очень крайний случай, и тогда мужчине дозволяется её там легонько, не знаю, шлёпнуть. Этим очень злоупотребляют, но при этом не стоит забывать, что пророк Мухаммад, салаваху алейхи вассалям, мир ему и милости, вышнего, также сказал, что худшие из вас те, кто бьёт свою жену. Но вот этот вот момент воспитательный, он действительно существует. Но я таких примеров не знаю. Сейчас объясню своё разбитое сердечко. Мысль о том, что за что-то женщину можно ударить, она тоже довольно универсальная в патриархальном обществе. В целом прописывать такую возможность довольно опасно. То есть легонько шлёпнуть относительное понятие. В моменте эту степень лёгкости шлепка определяет только один человек. Я не могу сказать, почему это положение в исламе существует, почему Всевышний именно дал такую возможность, да. Но могу сказать, что если происходит насилие, женщина имеет право на развод. Из того, что я слышала от личного опыта жертв, в принципе, сложно развестись человеком, который поднял на тебя руку, потому что это зачастую просто играет роль спускового крючка. И насилие может обрести какие-то немыслимые масштабы. Да, есть возможность уйти. Единственный вопрос, сможет ли женщина до этой возможности, так скажем, в этой ситуации дожить. Как вы относитесь к многожёнству? Я супер моногамный человек. Это, во-первых. Я довольно, наверное, ревнивый человек. Даже когда я, в принципе, просто гипотетически представляю ситуацию, что мой партнёр может завести ещё какие-то отношения, мне неприятно. Я не могу себе представить ситуации, когда бы мой партнёр привёл ещё одну девушку и сказал, не хочешь ли ты, чтобы у нас была ещё одна, вот, ещё один член семьи. Я не могу ставить под сомнение, какую возможность Всевышний дал мужчине. Право, да, брать четыре жены. Но, как это было право дано, женятся на вдовах, женятся на сиротах, это не просто для увеселения, так сказать. Когда мы говорим про обеспечение каждой жены, в исламе есть положение о том, что мужчина обязан равно относиться к каждой жене. Это довольно сложно даже для самих мужчин. Я относительно недавно познакомилась с двумя семьями, которые практикуют как раз двоежёнство. Вторая жена, она вдова. То есть, они поженились, когда у неё уже были дети. Возможно, я бы не смогла быть в таких отношениях, быть второй женой. Для этого есть прекрасный документ, который не имеет юридической силы, в России, брачный договор. Я не могу запрещать человеку его право, но я бы хотела прописать, что если ты захочешь взять вторую жену, пожалуйста, скажи мне об этом и дай мне развод. Круто, что есть такая возможность. Да. Но всё равно хочется спросить, а где многомужество? Если мы говорим про пророка Мухаммада, саллаху вельхи вассалям, 25 лет он жил с одной женщиной, и только после её смерти у него было несколько жён, и все они были либо сиротами, либо вдовами. Это были женщины, которым он таким образом помогал. Как в исламе относятся к сексу? Многих смущают, что интимные отношения начинаются только после свадьбы, но я в этом не вижу никакого противоречия правам и так далее. Что обычно происходит, если вдруг супруги не могут найти каких-то разрешений, проблем, которые в этой сфере возникают? Обращение к сексологу, к врачам и так далее. Но вообще есть такое положение, что если друг друга не удовлетворяют, то можно развестись. Ну, довольно средское положение вообще. Ну, собственно, да. Я в мечете, в книжном магазине в детстве как раз видела книгу «Секс в исламе», и мы с подружками еще похикали над этим. Но сейчас я понимаю, что круто, что есть такие тексты. Я когда была подростком, у меня в комнате была такая книжная полочка, и однажды я заметила книгу, которую туда не клала. Мама мне туда подложила, называется «Любовь и секс в исламе». Довольно интересное было изучение. Сталкивались ли вы с дискриминацией? У меня была ситуация, когда я поступала, что мне сказали… Не знаю, стоит об этом говорить или нет. Сейчас. Я не встречала к себе такого отношения ранее, но пять лет назад, когда я поступала, мне не разрешили зайти в учебное заведение, потому что я была в платке. Мне переградил дорогу охранник, не пустил. Я в тот момент ничего не смогла сделать, кроме того, чтобы просто разреветься, позвонить маме, попросить, чтобы она меня забрала. И была сказана такая фраза, что «Хотите учиться? Снимайте хиджаб». К сожалению, с таким сталкиваются некоторые девушки до сих пор. Слушай, я очень сочувствую твоей ситуации. Мне кажется, в принципе, никто не должен сталкиваться с таким отношением. Я думаю, это одна из крайностей. На полюсе нельзя с цветными волосами, нельзя с закрытой одеждой. Не знаю, сталкивалась ли ты с этим или нет, но вот часто активные женщины, феминистки, такие вот, они там, снимитесь, ну, как бы, зачем вы это носите? Ля-ля-ля-ля. Ну, да, это наш выбор. Это то, как мы исполняем повеление Всевышнего. Ну, это не признак угнетения, это для защиты, опять же, нашей. Вот. Возможно, от каких-то похотливых взглядов, но вообще я это больше расцениваю как постоянное напоминание себе о собственном, да, поведении. Это своего рода тоже какая-то угнетающая практика, типа, решить за женщину. Она правда осознает, что она делает, или она все-таки глупая и не понимает. Если вернуться к вопросу дискриминации, честно, я не сталкивалась, потому что у меня нет никаких эмоциональных признаков чисто внешних, никто не думает, что я не русская, не славянка, пока я сама не скажу. Поэтому... А мне часто говорят, что ты, наверное, русская, которая вышла за мусульманина, и вот он заставил тебя надеть платок. Я говорю, я не замужем, и я надела платок сама. Я татарка, так татарки тоже бывают. Люди просто не знают, как выглядят татары. И голубоглазые, да. Мне интересно, вот все-таки ты говорила, да, почему ты отошла от ислама, и что неужели тебе не важно вот это вот структурирование? Вот есть у тебя какой-то внутренний фильтр? Через что ты пропускаешь свои действия? Я пропускаю действия через соответствие каким-то моим внутренним стандартам, какого-то внутреннего понимания о справедливости и добре. Просто я понимаю, что мне бы было тесно в одной доктрине. Я люблю открывать для себя новое в мире. Здесь аналогично. Я просто хочу быть честной и не примыкать к какой-то идеологии, просто потому, что этого требует от меня семья или этого требуют традиции. Хотя иногда мне, правда, не хватает структурированности и какого-то четкого фундамента в жизни, но я хожу к психотерапевту. Вот смотри, мне просто тоже любопытно. Получается, когда ты была ребенком, ты верила во Всевышнего, а сейчас уже не веришь. Да. Религия – это все равно какие-то ограничения. Это рамки. Мне кажется, это про дисциплину, а дисциплина все-таки дает свободу. В современном мире вокруг тебя столько всего, тебе просто очень сложно в этой моральной стезе оставаться. А здесь ты уже в каких-то моментах свободен от выбора, и для нас это облегчение наоборот. Нет, мне скорее важна возможность поступать так, как лично считаю правильным поступить я сама, и не думать, что кто-то помог мне сделать этот выбор. То есть я хочу полностью нести ответственность за то, что я выбираю жизнь и за те поступки, которые совершаю. Подожди, извини, пожалуйста. Но как бы не поняла. Смотри, нас Всевышний наделил способностью выбирать, возможностью выбирать, и мы несем на это ответственность. И это получается никаким образом твоя позиция не противоречит. Поэтому ты, собственно, я не понимаю, зачем мне еще религия в этом моем существовании в мире. Мне достаточно своих каких-то внутренних ориентиров и какие-то догматы, традиции, которые в религии есть, мне просто не нужны для того, чтобы жить и считать себя хорошим человеком поступать по совести. Как-то так. Субтитры создавал DimaTorzok